Я вас приветствую с Богом Иисусом Христа Мирома. Всех поздравляю в этом году, для того, чтобы Бог обогател наши сердца, для того, чтобы мы были угодны Ему. Хотел бы прочесть несколько стихов. Вторая книга Царства. Здесь описывает, как Бог поражал народ и был милостивым. Это написано во Втором книге Царства, 24 глава, 21 стиха. И сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника, Господу, чтобы прекратилось поражение народа. И сказал Орна Давиду, пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь. Это ему угодно. Вот волы для всесажения и повозки, и упряжь, вологи на дрова. Все это царь Орна отдает царю. Все это царь Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю, Господь Бог твой добудет милостив к тебе. Но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятые даром. И купил Давид гумно и волов за пятьдесят секлей серебра. Ну, здесь описывает, как Давид дал задание, чтобы сосчитали народ. Это не было в глазах Господних угодно Господу. И Господь за это наказал народ и послал, конечно, пророка Гая для того, чтобы наказал. И когда пророк пришел, говорит, выбирай себе наказание сам. Ты сам раз дал такое задание, теперь выбирай сам. И когда Давид выслушал пророка, то дрогнуло сердце его. Он понял, что он имеет дело с Богом. И там быть голоду, описывает. Или три года бегать, три месяца бегать от неприятелей своих. И Давид знал, что такое бегать или голоду быть. Он бегал, он это испытал на себя. И описывает три дня моровая язва. И Давид говорит, лучше мне впасть в руки Господа. Потому что он милостив. Действительно, Господь милостив. И он милует, и он любит, когда человек кается. Когда он не делает то, что угодно Господу, но осознается. И дальше он старается ходить по путями Господними. Я пожелал бы всем нам, для того, чтобы мы то, что делали неугодно, чтобы мы в этом году делали угодно Господу. И хотел бы еще один стих прочитать. Слова Давида. 17 стих. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, вот я согрешил и поступил беззаконно. А эти овцы, что они сделали о ней? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего. Посмотрите, как он кается. Он сразу видит, что он во всем виноват. Не народ, но 70 тысяч народа погибло. И Господь говорит ангелу, умилостив, говорит, отпусти меч, не губи. И ангел тогда стоял у орны для того, чтобы погубить его тоже. Орна это осознал. Раз для Господа, я отдаю все. Я отдаю. Но Давид не хочет это. Помните еще одно случай, как Сау? Когда пророк ему сказал, чтобы погубить Огайя всех. Но он пожалел. Он пожалел этого царя и от кормленных телят овец взял и пишет. Я хотел принести Господу Богу твоему. Украденное. Господь это не желает. Господь хочет, раз ты доллар заработал, если твое сердце отпускает доллар дать, или 50, или 10 центов, ты дай это добровольно. Пусть будет во славу Господу. Аминь. А теперь вставший, помолимся. Господи.